Теперь в военкоматах на медосмотре присутствуют не только юноши, которым предстоит служить, но и мужчины, отслужившие. Причина – заключение контракта на службу в резерве. При этом возраст таких желающих вариативен. Можно приходить даже тем, кому далеко за 50. Это люди, находящиеся в запасе, работающие на предприятиях, но в то же время, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации, они находятся в постоянном резерве, проходят определенное обучение. После заключения контракта они получают определенное денежное содержание от вооруженных сил. С идеей о создании боевого армейского резерва страны президент России выступил еще в 2015 году. После началась активная подготовка. Сейчас система работает. И вот по какому принципу. Военнослужащий запаса, будь то рядовой или старший офицер, может заключить с Минобороны трехгодичный контракт. За это он получает дополнительные льготы, медицинское обеспечение и, разумеется, деньги. Самой же армии нужно посвящать три дня в месяц. Сборы будут проходить в течение каждого месяца по три дня. И в конце года будут проходить сборы в течение одного месяца. На этих сборах будут проводиться занятия по огневой, по тактической, по вождению, по специальным подготовкам, ну и по другим различным дисциплинам, которые нужны, необходимы для прямого предназначения этих военнослужащих в данном стрелковом полку. Чтобы заключить контракт, нужно прийти в военный комиссариат, к которому человек приписан, и подать заявление о службе в резерв. Категория здоровья А, Б. Это годен или годен с незначительными ограничениями. Затем последуют тесты на профпригодность и определение на место службы. Причем воинская часть будет находиться в регионе. Все эти военнослужащие, они в действительное время приписаны к военкомату и в дальнейшем военное время идут по предназначению. Основная выгода заключения контракта в мобильную резерву, это то, что человек также находится в запасе. Единственное, что он посещает занятия, но получает денежное довольствие. О денежном довольствии стоит рассказать подробнее. Для сержантов и рядовых это будет примерно 6,5 тысяч рублей. Старшие офицеры получат больше от 12 тысяч. При этом место и зарплата на работе за этим человеком сохраняется. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».